В этом году День микрорайона ознаменовался новым событием, которое войдет в традицию празднования. В Чудо-Эдограде прошел конкурс детских колясок «Айс на крыше. Счастье в семье». Идея этого конкурса у нас возникла, потому что мы очень много мероприятий проводим. Все-таки те, которые направлены на укрепление института семьи. Это первое. И второе, учитывая, что это самый молодой микрорайон нашего города, где живут очень много молодых семей и где очень много детей. И как раз Дисней – это место, где как раз мамы с детьми проводят значительное количество времени. Вот мы вместе с руководством этого парка решили провести вот такой конкурс. И очень рады, что родители откликнулись. И вы посмотрите, сколько фантазий проявили мамы. 18 прелестных малышей с не менее очаровательными мамами приняли участие в этом конкурсе. Постарались все. Импровизированный подиум украсили модный автомобиль, сказочное облачко, божья коробка, коляска в виде волшебной полянки и даже машины для жениха и невесты. Молодые мамы в основном дома сидят. И как бы хочется где-то что-то поучаствовать. И ребенку тоже интересно. Деток много. И мы вот решили поучаствовать в этом конкурсе. А еще у нас завтра с мужем будет годовщина нашей свадьбы. И у нас родилась идея именно сделать ее невестой. Это первый его праздник. В будущем, конечно, у него будет день рождения. Но это первый такой его праздник. Он был рад. Он очень помогал даже вчера нам чуть-чуть ленты прикалывать. Это первая и очень может быть не случайная встреча маленьких Матвея и Марии. Как знать, вдруг лет через 20 в микрорайоне родится новая счастливая молодая семья. А сегодня этой чудесной барочке достались все главные призы конкурса. К коляске Машеньке судьи отдали первое место. А Матвейко получил главный приз от руководства Чуда Юдограда – сладости и билеты на аттракционы. Юные спортсмены тоже приняли участие в праздновании Дня микрорайона. На ледовой арене фигуристы представили зрителям свои лучшие номера. Мы, спортсмены, не могли остаться безучастными. И, конечно, нам очень приятно было провести такие мероприятия. Сегодня мы проводим показательные выступления воспитанников отделения фигурного катания. И проводим эстафеты семейные. Тоже участвуют дети и родители. Интересные действия развернулись, конечно же, и в сквере имени Пушкина. Для детей здесь организовали конкурсы и викторины. А пока ребятня развлекалась, губкинские художники уже располагали свои творения на выставке, посвященной Дню микрорайона. Товарищества собственников жилья микрорайона «Журавлики» тоже не остались в этот день без дела. Их представители демонстрировали результаты своей творческой деятельности на конкурсе ТСЖ. Работы 18-летнего Дмитрия Прочаковского, сделанные при помощи лишь ручного лобзика, покорили всех изяществом исполнения. Это шкатулка с двумя дверцами. Она делает такую работу, наверное, около двух месяцев. Одна из самых интересных и сложных работ. Дима в качестве народного умельца в праздновании Дня журавликов участвует впервые. А вот семья Дябловых, все без исключения члены которой творческие люди, уже не первый год выставляют свои работы в сквере имени Пушкина. Мы поздравляем всех губкинцев, особенно жителей, с этим праздником, потому что наш микрорайон стал еще красивее, еще лучше будет. Здесь приятно жить, здесь приятно гулять, тем более заводить детей. И поэтому приходится творить, смотря на все это вокруг, и сразу возникают идеи творчества. Вся семья занимается всеми видами. Все, что видим, сразу делаем. Например? Переделываем мебель, шьем, вяжем, вышиваем плечом, на вилках, челноками, расписываем тарелки. И Дмитрий Прочаковский, и семейство Дябловых – члены одной команды. Они представляли ТСЖ-соседи, которая по итогам конкурса и заняла первое место. Победителей, награжденных в этот праздничный день, было необычайно много. Организаторы не скупились на подарки. С радостью приветствовали зрителей всех, кто выходил на сцену. В том числе жители микрорайона, удостоенных высоких наград за профессиональную деятельность. Работник Лебединского ГОКа Петр Пичушкин в этом году был отмечен грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Я же работал боровиком сначала, это вот уже перешел слесаром в последний год. Вот так она доставалась мне, эта грамота. И сколько лет вы в профессии уже? А давайте посчитаем. В 69-м поступил я в первое училище. И вот с этих пор до этой поры все шел по этой дорожке, к этим наградам. Всплеск аплодисментов и одобрительных выигреков сорвали ветераны горно-металлургической отрасли. Люди, чей труд навсегда останется в истории города, как и прежде остаются оптимистами. И новому поколению металлургов стоит брать с них пример в отношении к жизни. Главное не теряться даже минуты всяких кризисов и трудностей, потому что вот я лично все это прошел. Были очень трудные у нас и в Губкине времена, и комбинат, и очень многие разбегались, искали какой-то другой. А потом приходили, чуть ли не на коленах, опять просили взять их, надо держаться. Раз ты выбрал свою дорогу, ну и держись, и крепись, и все будет хорошо. Каждый Губкинец, пришедший на праздник, искренне радовался успехам металлургов. Николаю Новикову не пришлось работать на Лебединском ГОКе, но тем не менее этому предприятию он посвятил ряд стихотворений, своеобразных признаний в любви. Беллазы, Татры, Камацу, везут на фабрике руду, в окатыши их превратим и металлургам отдадим. Нам нужен мир, и мы к нему стремим, все, что был прочный, мы руду даем, белгородскую магнитку, мы интернациональную зовем. Не только ветераны и работники предприятий и учреждений города были на праздновании в центре внимания. Тепло встречали на сцене ровесников Лебединского ГОКа, молодоженов, новорожденных жителей микрорайона, юбиляров семейной жизни. Лариса и Николай Сидельниковы, прожившие в браке 50 лет, передали молодым эстафету счастливой семейной жизни. Желаю вам хорошего здоровья, успеха в труде, конечно, чтобы у вас в семье складывалось благополучие. Что один ребенок, пусть будет 3, 5, 7, во здравии и в благополучии. Звезды спорта, прославляющие Губкин далеко за его пределами, также получили заслуженное признание от земляков. У них, молодых и энергичных, впереди еще немало побед. К старшему поколению можно гордиться современной молодежью и всем вместе городом, в котором живем. Я считаю, что правильно сделать не только журавлики, у нас еще и на поселке Лебеди, это не поселка, это самое Лебеди. Это надо во всех, надо столько такого делать, мне кажется, тоже необходимо. Это необходимо для людей, для разрядки, чтобы люди знали друг друга и своих героев. Ой, отличный праздник, очень шикарный. Очень рады, поздравляем всех. Нам все нравится, все отлично, все супер. День выдался, по-моему, замечательный. Очень нравится, очень много позитива. Ну, радость какая-то от всех людей исходит. Губкинцы не покидали сквер Пушкина до позднего вечера. По окончанию торжественной части праздник продолжил известный гармонист, участник конкурса «Игра и гармонь» Леонид Улсов. А завершился этот насыщенный мероприятиями день концертом и дискотекой для молодежи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова exceptions. Редактор субтитров А.Кулакова